Дело было давным-давно, ещё в те времена, когда князья у нас были на Руси, и Русь-то это называлась, как сейчас её называют, Киевская Русь, тогда главным князем был князь Киевский, знаете почему? А у него там был Днепр, а бы Днепру можно было выйти в Чёрное море, а за Чёрным морем там был город такой, Константинополь, там всё можно было продать и всё можно купить. И туда князь возил пушнину продавать, это самый главный был товар ему. Ну, значит, вот в детских книжках, которые пишут по истории России, там немножко щадят психику детей, там добавляют ещё сюда воск, мёд, но это менее дорогой продукт, чем пушнина, менее, так сказать, специфический для России. И всё-таки в России, ну, понятное дело, пушнина, тут же холодно, вот, ну, вот, челядь ещё, то есть продавали людей, чтобы деньги были нужны, серебро. В России вот это проклятие такое геологическое не было, с ту пору не разрабатывалось серебряных залежей. Первый серебряный рудник появился при Петре Первом, и он заглох из-за сложных геологических условий и из-за политической обстановки в тех местах, на реке Каштаг под Томск. Вот, представляете как, это уже 18-й век, до 18-го века своей добычи серебра не было, и потом долго не было. Вот, ну, так Московское царство появилось, Московское царство было, вернее, княжество Московское стало объединять вокруг себя земли. В 1517 году, вот такой там, на самом деле, некий такой диапазон времени 1517 и 1522, то есть это не событие, это процесс. Как говорил один мой знакомый об обмене квартиры, это не событие, это процесс. Так вот, захват Рязанского княжества московским был не событием, был процессом, который продолжался пять лет. И он закончился тем, что возникло Московское царство, быстренько присоединило к себе соседнее княжество. Кстати, обратите внимание, княжество Рязанское называлось Великим княжеством. В тех местах под таким титулом, вот, мне известно только два Великого княжества, Рязанское и Великое княжество Литовское. Вот Московское княжество Великим княжеством не было, ну, просто было княжество Московский, князь Московский. О, такой вот, иногда князь Московский носил титул Великий князь, но княжество не было Великим. Великий князь был, типа, сборщик Дани, его титул ему давал, хочешь такой титул, ну, в Лаиме, татарский хан, ну, на, давай, ты мой вассал, хочешь быть, ты будь великим князем, нет, что жалко, считай, что великий, вот, вот такие вот дела, так вот, с тех пор вот стало на Руси собственных два государства, на современной Руси, вот это вот, Россия, это Московское царство и Новгородское княжество, простите, Новгородская республика, какое оно княжество, это я уже по старости своей, по слабоумию уже старческой, республика Новгородская, республика Новгородская имела замечательные возможности, у нее было огромное колониальное владение, по-современному сказать, на севере России, и там делать-то вроде нечего на этом севере, ну, что там, ягель собирать, что ли, да, для оленей, нет, там пушнина была, они заставляли местных жителей добывать для них пушнину, причем заставляли, силой заставляли, не вот тебе обмен какой-то, чего-то на что-то, потому что, ну, какой-то, чего туда можно привезти ценного, да, ну, понятно, что новгородцы были, металл там, то, сё, вот, ну, заставляли. Ясак это назывался. Постепенно после падения Новгородской республики, Ясак стал собирать Москва, уже при Иване Васильевиче Грозном, уже длинная рука Москвы забралась за Урал, да, там стали Ясак собирать, и всё это продолжалось и продолжалось. Но тут где-то к веку, к 17-му, да, то есть к началу 17-го века, ну, конец 16-го, собственно говоря, спрос на пушнину упал. Стал потихонечку падать, потому что мода немножко сменилась, основной такой экспортный товар был белка, её можно было везде добывать в лесах, а так больше соболя, это у чёртовых куличика надо хвести-то, белочка уже не устраивает. Раньше-то Новгород-то белкой-то торговал, господин Великий Новгород, а тут уже белочкой одной не хватит. Из белки-то уже смешно такую-нибудь там мантию для короля сшить, а ведь шили мантии для короля из белки, да, вот из нашей белки. Вот. И вот, если до этого, до 17-го века-то, царь московский мог со своими ближними-то, в общем-то говоря, делиться вот этой добычей, не всегда эта добыча легко превращалась в серебро, потому что всё-таки увезти надо, причём увезти сухопутным путём, главным образом. Вот. А это дорого, это не морским путём везти. И к тому времени уже стал появляться конкурент у нас, это Америка, Североамерика, а там тоже можно добывать было пушнин. Потихоньку, помаленьку она появлялась, а уже, кстати, там где-то уже к 18-му веку вовсю конкурировала. Она тут поставляла, и там доставка дешёвая, а у нас туда, в Сибирь, там как-никак надо содержать какое-то количество людей, и миновую торговлю везти невозможно с местными, потому что, вот смотрите, вот Иркутск, это Восточная Сибирь, там вообще всё дорого, да, правильно? Уже дорого. А вот если добираться дальше до Охотска, то продовольствие становится в 80 раз дороже. Что, не вези туда? Ну, проще прийти и там по башке двум-трем дать. Вот, ну вот это вот вовлекали их в орбиту, ты бы только Исак плати, а дальше ты хочешь там своим этим самым стуканом молиться? Молись там, свой царёк у вас будет, будь свой царёк, лишь бы ты платил моему царю Исак. Всё, вот такая вот была. Всё это было очень жестоко, кто не слушался, тех истребляли, договориться было невозможно. Это вам не Канада. В Канаде там индейцы сами добывали пушнину, меняли у этих самых колонистов, а колонисты отправляли в Европу. В 19 веке самым богатым человеком был крупный торговец мехом. Я уж не помню, как его звали, жил он в Америке, крупный торговец мехом. Фильм, помните, Леонард Ди Капри, за который он получил Оскар? Там тоже шла торговля мехом, это была добыча меха, добыча шкур. Вот, это очень выгодная была торговля, это была тогдашняя меха, тогдашняя нефть, считай, да, вот, а это вот, нефть, теперешний мех. Но для России всё меньше, меньше, меньше схлопывался вот это вот. Вот, не хватало, пришлось придумать второй мех, вторую шкуру. И как только вы думаете, кто стал второй шкурой? Крестьяне. Стало крепостное право, отменили Юрия в день, стали их закрепощать всё больше и больше. И кончилось тем, что во времена Петра Первого, нашего великого реформатора, вестернизатора, крестьяне стали рабами, их можно было продавать. В принципе, да, если найти лазейки, их можно было продавать и без земли. Формально продажа без земли была запрещена, но реально их продавали на вывод. Вот, на Нижегородской ярмарке была секция, где торговали людьми. Вот, пожалуйста, вот, имейте в виду, когда будете в Нижнем Новгороде, будете осматривать павильоны Нижегородской ярмарки. Кстати, последний раз она сгорала где-то в 20-е годы. Пожар этот наблюдала моя мать с другого берега. Она там жила у Суетинского спуска, как раз напротив дома, дома Коширина. Новгородцы, Нижегородцы-то знают дом Коширина? Там был, Горький жил, когда был совсем молодой. Вот, вот такие вот дела. Ну, ладно. Ну, Пушнина, правда, до конца 19-го века в балансе Российской империи имела там процентов 10, наверное, госдоходов. Было так или иначе связано с Пушниной, с торговлей Пушниной. А вот потом вот проблема. Пытались вывозить зерно. Сложно было. Железнодорожный тариф дорогой. Ой, в Иркутск, помните, помянутый раньше Иркутск, зерно было проще из Америки привезти, чем из Омска. Кошмар! То есть на вывоз придумали переделывать зерно на спирт. Вот, ну, спирт экспортировали в Европу. Хорошо там у нас покупали, по-моему, Испания, Италия. Они креплённые вины делали с русским спиртом. То есть вот все эти вот товарищи-пьяницы европейские, которые пили вино креплённое, вот большая часть градусов у них была из русского спирта. Вот имейте это в виду. Вот весь кайф они ловили от русского спирта, а вкус-то вот от того винограда, что рос где-то на юге Европы. Вот. Неспроста революция случилась. Революция случилась потому, что у них была экономическая причина. Страна очень много денег занимала, чтобы продолжать существовать, чтобы строить железные дороги, без них было невозможно. Эти вот планово-убыточные железные дороги. И она была в долгах, как в шелках. 50 лет заимствования до 1917 года, активных заимствований. Вот в 1867 начались активные заимствования, иначе не прожили. Вот. Ну, дальше Ленин отказался этим заимствованием платить. Сказал, что забудьте о них, мы вам всем прощаем. Да. Да, кстати говоря, наша вот эта экспансия на восток продолжалась до тех пор, пока не перешла в западное полушарие, в Америку. Это конец 18-го, начало 19-го века. Там была такая как-то русско-американская кампания. И там вот местное население было не такое, как в Сибири. Его просто так вот, убив несколько тысяч, нельзя было заставить заниматься на нас охотой. Вот не получалось у них. Они уже имели контакт с американцами, с англичанами, с французами, которые у них меняли. Они им давали, значит, то, что могли дать. Огненную воду, железные изделия, оружие огнестрельное, порох, пули, всё. А они им, значит, продавали. А дружки, говорят, просто сейчас так работай на нас. Ну да, будем на тебя работать. И вот там какая-то тлинклита, что ли. Ну вот, если посетить музей не Петра Великого, не в Санкт-Петербурге, там это вот музей, там бывшая пункт Кунсткамера, как называется. Вот там вот можно всех этих индейцев посмотреть, которые вот были в Русской Америке жить. Ну, с ними не складывались никак отношения, не удалось наладить жизнь. Там всё это со снабжением было очень тяжело. Хотели наладить торговлю, значит, мех возить в Китай, из Китая возить, значит, товар, значит, что там, чай, в Америку в Северную, из Северной Америки там покупать, значит, там обеспечение для, ну, хлебное, материальное для вот этих колоний, которые были у нас в Северной Америке. Ну, в конце концов, одной из причин продажи было как раз именно вот это, вот то, что не удалось наладить. Не получилось, не срослось. То есть вот это вот нефтяные залежи оказались неразрабатываемыми, глядя из Петербурга. И вот в наше замечательное советское время случилось чудо. Война была арабо-израильская, по-моему, шестидневная называется, если не ошибаюсь. О, 67-й год, прям как 50-летие советской власти. Тут сразу мы ожили. Нефтяной эмбарго наложили арабские страны на все европейские страны, что поддержали, западные страны, что поддержали, значит, Израиль. Тут же, значит, поднялись цены на нефть. Жуткое дело. Значит, вот за счёт этого эмбарго у нас поправились дела. И пошли немножко в гору. В магазинах появились, в московских, по крайней мере, сапоги появились. Да, вот эти вот женские по 120 рублей. Это как зарплата. Но они появились в магазине, а не только вот у спекулянта. Ну вот, ну, в общем, процесс пошёл. Что называется, в лучшую сторону стало лучше, вот как-то вот жить стало лучше, веселей. Ну вот сейчас вот у нас какая ситуация интересная. Запад тоже ведь хочет жить весело. Весело, сприпиваючи. И вот сейчас у них идёт такое вот движение, что надо беречь окружающую действительность. У нас тут вообще, говоря, мы загрязняем её, у нас вот двигатели внутреннего сгорания, все эти паровозы, пароходы, всё это отравляет мир. И более того, возможно, это приводит даже к глобальному потеплению. Нужно переходить на сберегающие технологии. А всё это сберегающие технологии, всё это дорого, всё это продукт высоких технологий, высокого производства, которое может делать только Европа. И вот, значит, это всё развивается по всему миру теперь. Вот и расходится. Вот они себе нашли такую новую нефть. А у нас что будет новой нефть? Потому что так или иначе нефть действительно выходит потихонечку из баланса. Ну, это вот не сегодняшнего дня, не сегодняшнего года, но в ближайших десятилетиях вполне есть такой тренд, что она станет второстепенным товаром, не таким значимым, а значит, не таким дорогим. И добыча её будет не просто невыгодна, она будет просто убыточно откровенна. В нашей стране трудные геологические условия, большая транспортировка. И вот всегда, когда я приглашал каких-нибудь гостей поговорить со мной на программе «Собеседники» о геологии, а если они имели какое-то отношение к нефтегазовой сфере, они всегда предупреждали, только мы не будем говорить о себестоимости добычи нефти и газа. Ну, конечно, не будем, если вы не хотите. Ну, сам по себе отказ это о многом говорит. Понятно. Вот, вот такие вот дела, ангелы мои. Так что, вот у нас тут новая конституция, а за ней, глядишь, и новую нефть какую-то придумают. Вот как из нас эту новую нефть выжить? Я не знаю. Это не моего ума, не по зарплате мне, как говорится, до которой мне никто не платит особенно. Ну, вот, кроме как вы мне помогаете, даст Бог, вразумит вас, и вы мне пришлёте денег. Внизу у меня под видео есть все мои реквизиты, и номер Сбербанкской карточки, и номер счёта Сбербанка, и PayPal, и Яндекс.Деньги, и Киви-кошелёк, кошелёк ВКонтакте. И есть такая новомодная вещь, называется Donation Alerts. Говорят, с её помощью можно очень легко донатить. Так что донатьте. Я жду, живу на ваше подаяние, да. Я вот основатель интернет-нищенства. Возможно, за этим будущее. Я просто первопроходец, да. Понимаете, вот, ура первопроходцам. Подавайте деньги. Всех благ, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok